Вот мы здесь на научно-техническом форуме, куда приехали 92 страны. Полторы тысячи предприятий представляют лучшие системы, образцы, которые дают нам возможность мирно и спокойно жить и поддерживать друг друга. Но они приехали не только в Россию, они приехали в союзные государства. Союзные государства – это лучшее, что удалось нам создать после 1991 года. А вам вы создали свою прекрасную страну впервые за сотни лет. Вот то, что вам сейчас надо беречь и охранять, это прежде всего белорусское государство, которое социально ориентировано и в котором трудовой народ имеет и работу, и зарплату, и будущее. И те, кто сегодня набросился, они прежде всего уничтожают вас как государство. Они не просто противники. Они не пришли же, не предложили программу. Я посмотрел все выступления оппонента Лукашенко. Ни одного слова, а что будем делать, как. А когда опубликовали, давайте язык русский побоку, ну, попытались на Украине это сделать, чем закончилось, совершенно очевидно. Я говорю, давайте вот все приватизируем. Ну, ваши предприятия на Западе никому не нужны, они будут уничтожены. Сто процентов уничтожены. У нас же были и тракторные, и Сталинградский завод тракторный. Работал в годы войны, когда фашисты окружили. Сейчас его нет. У вас поля зарастут бурьяном, потому что ваше зерно не нужно. У вас в этом году прекрасный урожай. Я с Александром Григорьевичем обсуждал. У вас экономика прибавляет, строители прибавляют, село прибавляет. Во всей Европе все просело. Даже в Германии, даже, не говоря уже, Италии, Испании и так далее. А кто стоит за этой атакой? Ну, Александр Григорьевич, я вчера послушал, он блестяще выступил в Гродно. Причем на Востоке поддержали активно Витебс и Могилевый, Гомель. Он говорит, поеду в Гродно. Это великолепный митинг, люди с хорошим настроением пришли. И он прямо сказал, что речь-то в том, что идет атака на нашу государство, на нашу независимость и так далее. Украина в десятку ходила по своему развитию стран мира. Лучшие ракеты делали, лучшие самолеты, лучшие корабли. Еще этого нет. И 10 миллионов сбежало с Украины. Ездят на Европу, там, дворы убирают, лампочки вкручивают и, извините за выражение, чужим задницу подтирают. Позорище, в высшей степени. Очень образованный народ. У меня супруга с Украины. Я вот на это смотрю, и мне горько и обидно. А видел, что Белоруссия вырвалась из этого капкана. А ее сейчас загоняют. Кто загоняет? Я посмотрел, сидит в Лондоне, собирает деньги. Выступает дама какая-то с видом, извините за выражение, привокзальные девки. И начинает говорить, ребята, бросайте работу, приходите, я вам буду платить. Ну, один раз заплатят, а дальше будешь по миру ходить. Как только потеряешь свой рынок и работу, завтра будешь шмыкаться, никто тебе никуда не предложит. Из Прибалтики пришли, это польско-литовская шляхта, вспомнили свои позавчерашние годы и начинают обещать, что-то не тут. Ну, были они у нас, и Москву сжигали, и Смоленск мы 30 лет отбивали. Ну и что? Что предлагают? Предлагают неволю, чужовые заказы, чужие деньги под руководством ЦРУшников. Я их всех как облупленных знаю. Я их видел в Румынии, в Чехословакии, в Югославии. Я всю ночь убеждал Милошевича не поддаваться их сладкоголосым речам. Вот, утащили в Гагу, уморили там, уморили. А потом я ездил хоронить в Белграде, минимум миллион пришло простить с ним. Все кланились, извинялись, что его вовремя не берегли. Поэтому Александр Григорьевич сейчас предлагает и одно, и второе, и третье. Вот, надо вести, конечно, диалог, никто не против. Но когда эти-то, те, кто организовывал, им диалог не нужен. Если бы они собирались реально выступить своей программой, я бы почитал, ее нет. Если бы они собирались диалог вести, они этого не видели. Они шесть волн уже провели атаки на вашу государственную. Первая волна, как я увидел, они выстроились в конце избирательного дня голосования. Они просто блокировали участки. Это хорошо отработанная система, я ее видел в других странах. Потом пытались, чтобы голоса подсчитаны, не довезли до этого. Ну, милиция справилась. А потом наняли силовиков, отрепетировали, булыжниками запаслись, гранатами запаслись. Вот, и я ни разу не видел, даже на Майдане, Киевском, чтобы так агрессивно нападали на милицию. И с ногами, и с этими. Конечно, в этой потасовке кому-то и попало, могли и невинные пострадать. Но они провоцировали абсолютно осознанность за тем, чтобы сказать. Кстати, всегда сакральная жертва в этих случаях есть. Тоже пытались. Кстати, уберегли, Тихановскую уберегли. Александр Григорьевич сказал, она к ним обратилась, сопровождали, помогали. А теперь она сидит из-за бугра и диктует. Бросайте работу, приходите. Ну и что? Я послушал ее, пять слов толком связать не могу. Ну, жалко, женщина, вроде женщина, но она выполняет роль прикрытия такого привлекательного сарафана для того, чтобы отболванить людей. Мне казалось, что вы прошли через грозные испытания. Я был в вашем музее Отечественной войны. Я в Кобрине открывал музей Суворова. Орел и Брест побратимы я был, видел своими глазами. Мне казалось, задурить в вашем голову невозможно, потому что вы прошли такие жуткие испытания, и вы вышли с наименьшими потерями. И заводы сохранили, и поля, и агрогородки, и многое другое. Надо это все береть, гордиться и двигаться дальше. А вам предлагают все это блюнуть, бросить и так далее. Ну и насчет пересчета голосов. Ну, какой нормальный человек может поверить, что она набрала там много. Ну, ни один вменяемый, думающий человек не будет за это голосовать. Там ничего нет. Не за что голосовать. А насчет повторных выборов. Ющенко повторный три раза. Как только втянетесь в это, так будут, пока американцы своего не посадят. Они ничего признавать не будут. Ну и последнее. Я в Страсбурге отработал 20 лет. Белоруссию склоняли каждый год. За что? За то, что двуязычие. За то, что самостоятельная политика. За то, что не дала разворовать предприятия. За то, что не посадила на шею народу олигархов. За то, что боролась с интенсивно сорганизованной преступностью. За то, что не допустила дикой наркомании. За то, что не сломала свою систему образования. Я ему говорю, европейцы, вы что, шалили? Поэтому батьке надо орден давать, памятник ставить. И, ну, конечно, надо думать и развивать вашу политическую систему. Я всегда говорил об этом, что надо, чтобы любого лидера поддерживала серьезная, авторитетная политика. Левые патриотические силы все собрались в России. Я председатель 200 организаций, обратились напрямую к вам просто остановиться и поддержать. Поддержать курс и двигаться дальше. Да, преобразования всегда нужны. Наступает этап исключительно ответственный. Александр Григорьевич, я так понял, готов к такому нормальному диалогу. Но там создали какой-то параллельный комитет за бугром, за чужие деньги, под чужую диктовку. Параллельные структуры власти везде разрушают страну. Это не диалог. Вернее, это не те, кто... Кто их избирал, кто их назначал. Приехал там этот американец, который в других странах проводил эти операции. Посмотрите на биографию. Он в ЦРУ работал. Ну, сам он работал. Они мозги промывали всем. Я у них выступал и в Бостоне, и в Нью-Йорке, и в Хьюстоне. Я видел всю эту службу. Поэтому максимально собираемся, дружно двигаемся дальше. В одиночку не спасетесь. Ни вы, ни мы, ни Украина. Нам надо максимально собираться и сплачиваться. Для этого у нас есть все необходимое.